Алексей Котин на этом семейном празднике оказался не случайно. Дочь попросила его помочь ей и ее товарищам в прохождении квеста. Мужчина не стал отказываться и с удовольствием принял участие в забаве. По его мнению, так бы поступил любой хороший отец. А на вопрос, кто же такой настоящий папа, у него есть свой ответ. Мне кажется, что тот, который по возможности дает ребенку то, что ему в жизни пригодится, что ему будет с этим легко идти по жизни. Тезис о том, что воспитанием ребенка в семье должна заниматься только мама, Алексей отвергает. Мужчины в семье, по его словам, это и добытчик, и защита, и опора для женщины, а также лучший друг в играх для своего ребенка. Ребенок воспитывается в семье, мамой и папой, поэтому папа тоже должен принимать свое участие и как-то так же ребенку помогать, воспитывать его. Головоломки, спортивные состязания, творческие конкурсы и веселые эстафеты. Организаторы подготовили для участников квеста интересную программу. Постарались создать во время прохождения испытания атмосферу настоящего домашнего тепла и показать, что такое главенствующая роль отца в семье. Конечно, мы очень хотим, чтобы в каждой семье, у нас каждая семья была полная, да, и папа присутствовал, потому что, ну, не надо бы на другого образца, когда в глазах пример отца, понимаете, и поэтому детям, конечно, чаще всего дети все-таки тянутся к папам, к мужскому такому началу. Сотрудники Центра социальной помощи семье и детям стараются идти в ногу со временем, придумывая и внедряя новые современные формы работы с детьми и их родителями. А квест для пап – это первое мероприятие в череде акций, направленных на привлечение внимания жителей нашего города к проблемам неполных семей. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.